То есть Шинон определил вот эту функцию и понятие как расстояние единственности. Ну расстояние единственности это минимальная длина криптограммы, я повторяю, которая позволяет однозначно определить ключ. Ну конечно это в среднем длина криптограммы. Ну и Шинон выявил формулу, с помощью которой это расстояние единственности можно посчитать. Но для этого надо нам некоторые предварительные утверждения относительно ключей и ложных ключей. Но расстояние, ключ можно определить однозначно, если действительно по заданному шифрованному тексту не существует других ключей и открытых текстов, которые могут дать эту криптограмму. То есть вот число ложных ключей исследовать надо. То есть, ну опять же, пусть открытые тексты и шифр тексты в алфавите обозначим. Обозначим. Для криптограммы, для любой криптограммы, вот С, КАОЦЕ, где-то конкретные криптограммы, это будет состоять из множества ключей, КАОЦЕ, таких, что существует открытый текст. Ну, пока мы даже не будем, ну, это при любой криптограмме, при любой длине или пока произвольной криптограмме. Открытый текст М, ну, такой, что, соответственно, если зашифровать на этом ключе М, то мы получим С. То есть это множество ключей, которые могут дать заданную криптограмму. И если ключей не один, то понятно, что по этой криптограмме определить истинный ключ однозначно невозможно. Их будет несколько. Что ж? Что именно? Это множество ключей, которые они дают. Это множество ключей. Не количество, а множество. А вот, ну, среди этих ключей, вообще говоря, среди, среди КАЛЦ один ключ истины. Один ключ истины. И, соответственно, и столько ключей. Ложные. Ложные. Обозначим. Н. обозначим К. Н. Среднее число ключей. Ложных ключей. Ложных ключей. Ложных ключей. Ну, при криптограммах, выбранных из... При криптограммах длины N. Среднее число ложных ключей. К. К. Н. У нас будет равно. значит, сумма по всем С. П от С, соответственно, и помножить на мощность мощность С, ну, и минус единицу. Ну, естественно, тут, поскольку сумма вероятности дает единицу, то это у нас будет равна сумма по всем С, превращающим С на С. И минус единица. На стороне можно стоять. То есть это число ложных ключей. Ну, и вот нам надо как-то оценить это число ложных ключей. И когда ложных ключей нет, это и будет тогда длина такая криптограммы, которая даст возможность однозначно определить секретный ключ. Ну, вот давайте теперь посмотрим такое утверждение. Утверждение 2. Если открытые тексты и шифр тексты выбраны из алфавита ЗМ, то есть имеют одинаковую длину, выбраны из алфавита ЗМ, а ключи независимы от открытого текста. длина открытого текста и шифр текста равна н, то, соответственно, то выполняется. Выполняется неравенство. неравенство. Ну, а именно н будет больше или равняться 2 в степени а шот к поделить на м в степени н р минус единица. минус единица. Вот такое неравенство. Где, соответственно, р равняется единице минус в тех терминах, которые вы знаете из лабораторки, из практических, это избыточность языка на h0. избыточность языка. Вот. Ну, давайте посмотрим, как это можно доказать. Доказать. Мы воспользуемся утверждением 1. По утверждению 1. 1. Вопросы у вас нет? По утверждению 1. hk при условии c у нас равняется h вот m плюс hk минус hc по утверждению 1. ну и давайте рассмотрим с одной стороны рассмотрим неравенство рассмотрим неравенство неравенство которое отсюда получается неравенство неравенство следует следующее мы оценим мы оценим эту величину сверху и снизу и получим неравенство из которого выведем вот наш результат утверждения этой теоремы неравенство то есть то есть ну во-первых hk при условии c h от m мы неравенство да ну пожалуй еще надо было бы добавить в этом утверждение теоремы для достаточно больших n почему для достаточно больших вы сразу и поймете сейчас то есть добавить утверждение теоремы где-нибудь для достаточно больших n ну а именно вот смотрите уже на первом шаге мы делаем такое такое такую замену то есть энтропию открытого текста можно записать как единица минус избыточность минус избыточность помножить на максимальную энтропию возможную а максимальная энтропия если текст длинный n будет равня равна какая будет равна ну логарифм у всех возможных текстов а всех возможных текстов будет вот именно n в степени m в степени n и логарифм всех возможных текстов по основанию 2n выносит получится логарифм m вот ну вот на этом месте мы уже делаем приближение потому что вот вы в лабораторной рассматривали что оценка именно вот такая аж бесконечность достигается ну когда длина текста 30 знаков ну если вот в русском лоховите или украинском 30 знаков ну при 20 знаков тоже на достаточно хорошо оценивается избыточность ну при меньшем числе она уже избыточность будет значительно меньше поэтому вот тут и надо условия ну при достаточно больших n ну хотя с точки зрения обычной фразы такой которого матанализа используется для достаточно больших n при этом имеется ввиду что n очень-очень большие ну здесь для достаточно больших n имеется ввиду что n не такие же большие ну там 20-30 она уже будет вот это выражение достаточно точным так ну дальше идет h от k ну она у нас идет без изменения то есть тут можно было бы сказать что так и h от без изменения идет теперь h от c давайте h от c мы оценим ну или пока напишем без оценки напишем минус h от c а теперь напишем уже неравенство неравенство то есть это у нас будет соответственно а 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 ну и соответственно минус а здесь возьмем максимальную возможную энтропию которая у c может быть а именно это будет вот она если все знаки критограммы будут с одинаковой вероятностью то есть максимальная энтропия n логарифм m ну и давайте чему это посмотрим будет рам 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 ну здесь n логарифм n сократится и будет а шутка и минус r n логарифм то есть то есть hk при условии вот ну я не пишу тут cn надо было бы конечно может быть писать лучше при условии c вот она будет больше или равняется hk минус r логарифм вот эта оценка у нас с одной стороны так мы по-моему еще не ставили никаких отметок для формул ну давайте поставим давайте попробуем теперь с другой стороны оценить а именно с другой стороны оценить а именно вот мы писали с самого начала что h с другой стороны чтобы вы видели что это другая идет оценка с другой стороны мы можем получить соответственно соответственно мы получаем hk при условии c ну это у нас была вот сумма то есть ненадежность ключа сумма вероятности c по всем c приближающим cn тут фиксированной длины так и на условную энтропию условную энтропию к при условии c конкретной c вот ну условная энтропия у нас будет а и и и Ну давайте мы распишем это как более Ну при фиксированном c, да, при фиксированном c Ну меньше или равняется соответственно Меньше или равняется особо Ну а здесь мы заменяем на максимальное Значит это будет логарифм числа ложных ключей от c То есть не ложных ключей, а всех ключей от c Ну и дальше Это дальше будет меньше или равняться Меньше по неравенству и Енцина Будет меньше или равняться соответственно Сумма по всем c, c, n Логарифм п от c, то есть заносим или выносим Сейчас пинуточку, логарифм выносим за сумму Логарифм суммы вероятностей c Соответственно k от c, k от c Ну и теперь мы можем Это у нас будет среднее число ложных ключей Среднее число ложных ключей плюс единица То есть последнее у нас равняется как раз логарифму k n плюс единица Логарифму k n плюс единица Ну вот соотношение 2 Ну теперь из неравенств Из неравенств Неравенств 1 и 2 Мы получим Что с одной стороны k от c у нас больше такой величины А с другой стороны меньше вот такой величины Ну и таким образом Логарифм k n плюс единица будет больше или равен Вот Вот это и величине Соответственно h от k И Минус r n логарифм m Ну и остается только Записать Это По-другому Ну откуда логарифм k n плюс единица Будет больше или равняться Логарифму 2 в степени h Ну и поделить на m в степени nr Ну и соответственно Отсюда уже непосредственно следует Единицу переносим Будет k n Больше или равняться 2 в степени h k минус единица То есть то, что требовалось доказать Вот Теперь мы вернемся к функции ненадежности ключа Функция ненадежности ключа Равняется нулю Если Число ложных Ключей Будет равна нулю Среднее число ложных ключей Функция ненадежности Тоже усреднение идет по всем криптограммах И соответственно Функция ненадежности Ненадежности f от n Равняется нулю Ну Когда Число ложных ключей К n Равняется нулю Вот Ну и отсюда Утверждение Получим Отсюда Утверждение 3 При Ну Достаточно больших Н Достаточно больших Н Ну мы видели что это не очень большие Они Н Они связаны как раз С точностью Представления избыточности При Достаточно больших Н Расстояние единственности Расстояние единственности У Равняется А Поделить На Р Логариум Н Ну давайте рассмотрим Как Теперь это Из этих всех Выводов Получить Ну Это мы Обозначим 3 И Таким образом Доказательство Из 3 Из 3 При К Н Равное Нулю Следует То есть мы подставляем Число ложных ключей Равное нулю И получим Следует Соответственно Мы находим Что 2 В степени А Шатка Поделить На М Р Будет Буф Меньше Или равняться Единице Меньше Или равняется Единице Ну или Или Соответственно Или Или Ну или давайте Прологариум И получим Соответственно По основанию 2 А Шатка Слева Минус Н Р Логарифм М Будет Меньше Или равняется Нулю Ну или Отсюда Следует Переносим И получаем Что Н Будет Больше Или равняться H От К Ну и Поделить Соответственно На Р Логарифм М Вот Больше Больше Такой Величины Ну Дальше Выберем Из Выберем Минимальное N Которое Удовлетворяет Выберем Минимальное N Н Что А Логарифм Конечно Тут Везде Логарифм М Везде Минимальное Н Удовлетворяющее Удовлетворяющее Вот 4 Ну это Н Ну вот Так Напишем Приблизительно Если по крайней мере С точностью До целого числа Будет Равно H К Поделить На R Логарифм Вот Собственно И это Как раз У нас И есть Расстоянием Единственности У То есть Таким образом Для Расстояния Единственности У Получена Формула Такая Ну и Соответственно Если Прокомментировать Надо сказать Во-первых Что она Будет Выполняться С этим R Когда Вот Длина Текста Около Там 30 Или Может быть 20 Если R Меньше То Соответственно Если Текст Меньше То Избыточность Будет Тоже Меньше И Расстояние Единственности Если Будем Измерять На Меньшем Отрезке То В принципе Будет Должна Оцениваться Больше Этой Формулы Ну и Зависит От того Какую Статистику Мы Будем Собирать Если Мы Собираем Статистику Только По По Частотам Букв То Расстояние Единственности Будет Определяться Моделью М0 Которую На Практике Рассматривали И Избыточность Будет Ровна Примерно 0.15 А не 0.7 Например И Тогда Расстояние Единственности Должно Увеличиться Ну и При этом Надо Считать Еще Что Это Оценка В среднем В среднем То есть Иначе Говоря У Это Средняя Длина Криптограммы При которой Можно Вломать Шифр И По крайней мере Методом Полного Перебора И Определить Ключ Ну что Значит Среднем Существуют Тексты Которые Могут Быть Шифрованные Тексты При которых Ключ При меньшем Размере Определен Ну Существуют Тексты Которых При большем Ну при большем Не очень Больших Текстах Вот Не слишком Больше Чем Длина Алфавита Как правило Вот Если взять Допустим Шифр Перестановки Например То Ну вот Вы знаете Что Переставляя Буквы Можно Получить Разные Смысленные Тексты Вообще Говоря Правда Если Длина Текста Ну вот Если мы Возьмем Пример Пример Шифр Шифр Моноалфавитной Замены Ну или Давайте Возьмем Сразу Шифр Дес Дес Который Вы будете Скоро Рассматривать Ключ Секретный Ключ 56 Бит Соответственно Расстояние Расстояние Единственности Расстояние Единственности У Будет Определяться Следующим Х Шат Шат Ну и Поделить На Р Логарифм Двоичный алфавит здесь у нас будет из двух символов ну и равняется а шатка на р ну ключи выбираются если равновероятно то это есть мы уже видели что это будет длина ключа в битах просто ну соответственно р ну если мы возьмем например 07 то это будет 80 бит вот 8 всего всего лишь 80 бит 7 и 8 56 до 80 бит то есть как видите чтобы сломать тест достаточно перехватить всего лишь 80 бит в чуть больше одного шифрованного блока вот но шифры строятся таким образом чтобы как раз никакого лучшего метода чем метод полного перебора не было найдено или существенно лучшего метода а полный перебор здесь два двести пятьдесят шестой степени но на современном уровне он уже перебирается конечно такие ну а если взять скажем второй пример вот 28 147 который вы тоже будете хоз 28 который еще остается стандартам украины и россии 28 147 89 ну длина ключа длина ключа ключ 256 бит ну давайте тогда расстояние единственности какое для этого будет стандарта то есть опять же будет ключи равновероятно это будет а шутка это будет длина ключа в битах 256 ну и поделить опять же r и логарифм двоичный двойка там двоичный алфавит ну и получается 256 но если мы возьмем чтобы легче было поделить допустим 256 на 8 делится хорошо возьмем 0 8 избыточность вот то мы получим 320 до получим 320 то есть как видите не очень много что касается из классических шифров вы также можете посчитать и увидеть что расстояние единственности для них не такое большое несмотря на то что множество ключей может быть очень большое но в отличие от этих стандартов у классических шифров будет существовать методы значительно более быстрые чем методы полного перебора и они в принципе как видели мы взламываются а вот в этих стандартах только метод полного перебора может какие-то есть методы чуть-чуть быстрые но несущественным вот теперь еще пару слов да ну они однозначности ну конечно есть тексты для которые могут быть разное прочтение ну например вы знаете полиндромы которые считаются слева направо одинаково вот то есть то по крайней мере для криптограммы существует два ключа если зашифровать полиндром вот и шифром перестановки то не будет два ключа при которых получится одинаковые тексты ну там а лапа упала на работу роза упала на лапу азора и так далее ну это при числе символов меньше алфавита легко строится но есть и полиндромы которые строятся при большем числе алфавита при числе букв больше алфавита ну и вот у нас был пример тоже когда с открытием галилея он свой свое открытие о том что есть какие-то выступы на сатурне зашифровал анаграммы опубликовал это был анаграмма из 37 символов которые значительно больше чем алфавита алфавита 26 латинский символ вы тем не менее как помните когда была другая расшифровка не та которую предложил галилей то есть даже при такой длине вот получалось в общем-то неоднозначность но в принципе в большинстве случаев если берется перехваченная криптограмма будет ну раза в полтора в два больше чем расстояние единственности то будет однозначное расшифрование и соответственно однозначное определение ключа давайте мы еще теперь два основных принципа шинона еще буквально пять минут то есть шинон показал во первых существуют совершенно секретные системы которые нельзя взломать но они неудобные большинство систем взломать можно но и для этого надо не очень большой перехваченной криптограммы даже для стандартов наших увидите не надо большого но шифр текста чтобы была возможность их сломать но их надо строить так чтобы лучшего метода чем метод полного перебора по ключам нельзя было найти ну или существенно лучшего метода ну и шинон предложил два принципа с помощью которых он считал такие с более стойкие шифры будет построены и кстати согласно этим методом и строились современные шифры ну а именно принципы шинона принципы шинона построение стойких шифров ну это он назвал всего два принципа но в принципе при их описание там целый ряд критериев для построения построения стойких криптографических преобразований получается принцип рассеивания рассеивание и принцип перемешивания соответственно принцип рассеивание это такие криптографические преобразования и такой шифр при котором каждый символ открытого текста это по шинону влияет на много символов крипто грамм на много символов ну более расширенном варианте это каждый символ открытого текста и ключа влияет на все символы шифрованных текста ну это там формализовано в чисто математических понятиях как лавинный эффект булевских функций или преобразование булевых это вы будете позже как раз рассматривать перемешивание это использование таких криптографических прибор при образовании при которых устраняется всякая неоднородность в шифрованном тексте и при которых при использовании которых невозможно установить связь между шифрованным и открытым текстом здесь тоже целая так скажем спектр уточнений этого символа который будет дальше рассматривать этого свойства которые дальше будете рассматривать и вот эти два как раз принципа и позволяли в скором времени строить стойкие тексты и путь который предложил шинон путь к построению построение стойких шифров чередование чередование шифров классических чередование классических шифров замены перестановки перестановки сложение 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 с ключевыми последовательностями последовательности ну и так и тому подобное то есть каждый такой вот шифр сам по себе он не стойкий а вот чередование например используя шифры установки потом подстановки потом сложение с ключом потом опять перестановку подстановку сложение с ключом вот и они позволяют постой стойкие шифры вот на таком пути как раз практически большинство блочных шифров и построенным вот ну а что касается теперь еще два слова а мы рассматриваем только классические шифры если мы будем смотреть дальше то уже в конце 19 века в начале 20 появились уже шифры которые нельзя назвать ручными они использовали соответственно какие-то сначала механические устройства вот это конец 19 века и начало 20 потом электромеханические машина энигма которая наиболее популярна была вот в первой половине 20 века во время войны вот пример машина энигма ну и даже сейчас электромеханические шифры еще используются но основное конечно использование и построение шифров связано с электроникой это аппаратная реализация программная реализация и соответственно это будет современные шифры делиться на блочные поточные и это шифры симметричной криптографии ну и шифры симметричной криптографии которая вот 76 года 1976 года появилась это шифры которые уже по другому принципу работают основывается на сложности некоторых математических задач ну зато и шифры если в симметричной криптографии один ключ которую а и б и он секретный то в симметричной криптографии есть открытый ключ для шифрования секретный для расшифрования ну вот это все это вы будете рассматривать следующих лекциях ну может у вас какие-то вопросы